Сегодня магаданцы отметили День города. В Муниципальном центре культуры прошел торжественный прием мэра. Мероприятия провели с соблюдением всех санитарных норм. Гости были в масках, перчатках, соблюдали социальную дистанцию. Музыкальные коллективы областного центра исполнили песни о Магадане. В это время транслировали ролики о столице Колымы. Я поздравляю с праздников всех тех, кто живет сегодня здесь и тех, кто переехал в теплые края. Желаю всем нам хранить тот дух дружбы, единства, мужества, которое воспитывает север и любовь к малой родине, которая прорастает в каждом из нас. 14 июля в далеком 1939 году рабочий поселок Нагаево с населением около 27 тысяч человек получил статус города. Тогда большая часть населения состояла из заключенных из правительно-трудового лагеря Севастлага, ссыльных и вольно-наемных дальстроевцев, а также выпускников институтов и училищ. С Днем города жителей столицы Колымы поздравил председатель областной думы Сергей Абрамов. И в последние годы Магадан преображается. Но он имеет и особое свое удивительно отличительное лицо, свою душу. Это, конечно, жители города Магадан, которые трудятся на благо процветания, развития нашего Магадана. В наши дни в Магадане живет более 90 тысяч человек. Валерий и Елена Конькова на Коломе всю жизнь. Состоят в браке уже 34 года. У них двое взрослых детей – дочь Наталья и сын Николай, а также семилетняя внучка Соня. Супругов торжественно наградили за сохранение семейных традиций. Также им вручили грамоты и памятные призы. «Нам было очень приятно, что нам вручили данную награду. Я считаю, мы заслужили это. Муж у меня родился в Магадане. Меня сюда привезли маленькие в 5 лет. Магадан – это наша родина, я считаю. Другой у нас нет родины». По итогам 2019 года наградили победителей конкурса «Меценат года» в разных номинациях. Название претендовали 52 благотворителя – «Полиметал», «Магадан-рыба», «Колыма-нефтепродукт», «Забербанк» и другие. 11 компаний получили дипломы. Также в рамках 75-летия победы поблагодарили тех магаданцев, которые внесли вклад в установку памятника героя Малсиба. Наградами отметили художников проекта Константина Кузьминых и Андрея Ковальчука. Знак общественного признания золота Магадана получила компания «Сусуман золото». 11 магаданцам в день города вручили премии «Человек года» за достижения в политике, строительстве, коммунальном хозяйстве, образовании, культуре, литературе, спорте и общественной деятельности. Диплом главного лауреата премии по итогам 2019 года получил известный на Колыме и далеко за ее пределами почетный гражданин Магаданской области, член Союза писателей России, член Союза журналистов России Рудольф Владимирович Седов. Завершил праздничный концерт вокальный номер певицы Марии Челех.